Уникальное реликтовое озеро возле бухты Патрока, возраст которого составляет около 5,5 тысяч лет, сегодня находится на грани экологической катастрофы. Одно из последних естественных озер Владивостока, хоть и не имеет официального названия, никогда не было обделено вниманием. К нему круглый год приезжали рыбаки, а местные жители периодически прогуливались рядом. Сейчас же этот водоем предпочитают ходить стороной. Впрочем, недавно мэрия Владивостока нашла оптимальное решение. Первым шагом стало оформление канализации вокруг зловонного реликта природы в муниципальную собственность. Параллельно этому процессу предприниматели Приморской столицы займутся ликвидацией последствий загрязнения безымянного озера от стоков. И этот процесс начался уже сегодня. В озеро запустили активные микроорганизмы. Вскоре эти бактерии смогут полностью убрать не только ужасный запах, витающий над водоемом, но и ликвидировать потенциальную экологическую угрозу для жителей микрорайона. Спасибо, что глава города Владивостока именно так сконцентрирована, целеустремленно и, расставляя все акценты, приехал сюда на место. Мы вместе сейчас посмотрели, какие предлагают пути решения данной проблемы и со стороны привода канала, руководитель здесь был и есть, и со стороны администрации, и со стороны предпринимателей, которые тоже свой вклад несут в решение этой проблемы. На призыв главы города откликнулись не только казенные унитарные предприятия, но и частники-коммерсанты. Представители малого и среднего бизнеса продемонстрировали свою готовность помогать городу, причем безвозмездно. В задачи предприятий вошли не только оргвопросы, но и непосредственная ликвидация загрязнения озера сточными водами. Мы действительно сегодня нашли техническое решение. Я думаю, что депутаты могут обрадовать жителей микрорайона. До 15 июня, как мы договорились с водоканалом, с нашими техническими специалистами, то есть вся система будет запущена и очистка озера начнется. Чистить озеро собираются в несколько этапов. Микробы проработают до 10 июня. Позже в озеро вновь запустят маленьких уборщиков, но уже другого типа. В их задачи войдет расщепление донных отложений, в том числе химических и бытовых отходов. К слову, такую экотехнологию специалисты используют во всех современных очистных сооружениях во многих странах мира. Евгений Черемухин, Сергей Тулатьев. Новости на Восьмом.